МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юрий Антонов – музыкант, наделенный свыше уникальным даром. Он умеет создавать бессмертные песни. И это признают даже его завистники и недоброжелатели. Антонов – рекордсмен по количеству хитов, звучавших на дискотеках, в домах и на производстве. Из каждой радиоточки, ресторана, магазина грамм-пластинок гремели антоновские хиты. Не зря же его называют советским полом Маккартни. Для миллионов людей, живущих на одной из шестой части планеты Земля, его песни – «Вся жизнь». Поверь, мечту, поверь, мечту. Поверь, мечту. Скорее! Поверь, мечту, поверь, мечту. Как доброту в людей. Поверь, мечту. Как красоту. Поверь, когда-нибудь. Вы учились по классу аккордеона и очень любили этот инструмент, не пропускали ни одного занятия в музыкальной школе. Я иногда с аккордеоном за плечами, я был такой маленький, и сзади одевался аккордеон. Я с этим аккордеоном встречался с своими друзьями по дому, и мы куда-нибудь на стройку залезли, садились там и прогуливал уроки. Костерчик зажигали, картошечку пекли. Какой там аккордеон? А потом приходил домой и говорил, я пришел. Да, я пришел, естественно. Здравствуй, мама. В 14 лет вы стали руководителем хора железнодорожников. Было такое? Ну да. Стал зарабатывать деньги. Ездил за 20 чем-то километров на попутных машинах в депо. И вот бригада, которая обслуживала в депо, они сделали хор такой, дядьки и тетки. Но мне так казалось, что дядьки и тетки, потому что я был маленький, 14 лет, а им там было лет по 25-30, и они мне казались очень старыми. Ну такой был хор, и я разучивал с ним разные песни, модные такие, в ту пору, конечно. По ходу, так сказать, моей работы с этим коллективом, я начал опыт приобретать какой-то. Во-первых, общение с людьми, которые любили музыку, и, конечно, немаловажный фактор – это заработная плата, которую я стал получать в 14 лет. Юра Антонов с детства привык к дисциплине. Еще бы! Отец-фронтовик закончил войну в Берлине, посвятил всю жизнь военному делу. В детях культивировал чувство ответственности и не терпел разгильдяйства. Воспитывали нас в порядке, да, чтобы мы были в порядке всегда. Порядок был не только в том, как мы относились друг к другу, но и порядок был вот в том месте, где мы спали, чтобы кровати были застелены, чтобы пыль была убрана. Ну, в общем, как-то вот так вот все строилось. Вы потом же это принесли через всю жизнь, да? Чтобы был порядок, дома порядок, в коллективе порядок, чтобы не пили, чтобы работали. Да, это главная задача была, чтобы не пили. У меня были большие проблемы с музыкантами, я все время менял их, потому что, ну, начиналась проблема с того, что мы садились в самолет, и ребята были явно нетрезвые. И все это отражалось не то, что на них, а на коллективе, понимаете? Все говорили, вот, Антонова коллектив, вот там кто-то пьяный был. Зачем? Поэтому я очень строго стал подходить к этому, и за малейшее там пьянство просто мы расставались с человеком. Владимир Матецкий, Евгений Маргулис, Виктор Зинчук. Каждый из этих выдающихся музыкантов прошел школу Юрия Антонова. На Зареева творческой карьеры в коллектив пришел еще один паренек. Виртуозно исполнявший на гитаре полет шмеля. Это был Владимир Мулявин. Это было очень давно. В бытность моей в Белорусской филармонии, это был примерно год, я вам скажу, 66-й, наверное. Я знаю только, что он приехал с Белорусска. И жена у него, у него был такой очень редкий, уникальный жанр. Художественный свист. Она свистела всякие мелодии, а мы ее аккомпанировали. Это было так интересно. Вот они дома репетировали, насвистывала она, он там полет шмеля играл с утра до вечера. Интересный был человек, ну и музыкантка еще замечательный. В Белоруссии открыла вам дорогу на сцену. Я был музыкальным руководителем коллектива Белорусской филармонии. Виктор Уячи, народный артист в Белоруссии. Очень интересный исполнитель был, своеобразным тембром голоса. Такой у него был баритон, такой симпатичный, я бы сказал. И впервые в Советском Союзе у него появилась западная аппаратура. Он купил у каких-то артистов, приезжих, систему голосовую для сцены. Это было вообще, мы впервые увидели ревибератор, что это такое ревибератор. У нас было просто отличное звучание. Вот, ну, к сожалению, он ушел рано из жизни, конечно. Но это был такой хороший трамплин вам, да, на большую сторону? Ну, это наработка шла, наработка шла профессионального уровня. Мы были на гастролях с Вуячичем, по-моему, где-то, или в Донецке, или где-то. И к нам на концерт пришли ребята из поющих гитар. У них был перерыв что-то, и они решили к нам прийти на концерт. Это же моднейшая группа была тогда. Да. Как битл советский. Да, пришли на концерт, увидели, как я играю, и подошли после концерта и говорят, а вы не хотели бы к нам в поющие гитары в Питер? Ну, естественно, от такого предложения никто не отказывается. И успех не заставил себя долго ждать. Рождается песня, взорвавшая чувства и эмоции миллионов людей. Имя Юрия Антонова стало известно всей стране. Я нет тебя прекрасней, но ловлю я твой взор напрасно. Как виденье неуловимо, каждый день ты проходишь мимо. Вообще интересное дело, вы в стол когда-нибудь писали, любите писать? Знаете, композиторы, навеяло, никуда не пошло, положил в стол и валяется. Я не знаю, кто там пишет, у кого чего навеяло. У меня таких прецедентов не было, чтобы я ходил, мечтал там, или вдруг ночью вскакивал, бежал к роялю и придумал мелодию. Нет, это работа, обыкновенная работа. Берешь текст, садишься и начинаешь... Обязательно магнитофон должен стоять, чтобы записывать, потому что забываешь сразу же. А писали, что вот Антонов закрывается, выключает телефон, муза навеяло, и так родилась на улице Каштановой. Нет, какая там муза? О чем вы говорите? Муза – это женское имя. Ничего она не навеяла мне. Я был в ту пору молодой, и у меня все девушки, честно говоря, были на одно лицо. Если попадали стихотворения хорошие, а я в этом очень такой был щепетильный, очень. Я смотрел, у меня почему-то внутреннее какое-то чувство было. Я всегда читал внимательно стихотворения, и если я с первого раза, но мне не нравилось, и все, я уже не работал с ним. А так, насчет песни на улице Каштановой, Игорь Шеферан мне позвонил и говорит... Ну, Игорь Шеферан был... Ну, мэтр просто. Мэтр, да. Потрясающий поэт. Позвонил и говорит, Юра, у меня тут заказик пришел небольшой. Юбилей Крымской области. И руководство попросило написать песню. Ну, а я подумал, кто может лучше тебя написать песню. Ну, и прислал мне текст. Одним словом, я... Почитал, смотрю, такой приятный, такой приятный лирический текст. Я буквально там в течение одного дня что-то наиграл, на магнитофончик записал. Спел, естественно. Звоню Шеферану, говорю, Игорек, послушай. Включил телефонную трубку к магнитофону. Есть улица центральная. Он, он вообще, он говорит, ой, ой, как здорово, Юра, мы сделали хорошую песню. Я говорю, хорошо, Игорек, и забыл о ней. И вдруг мне звонят с радио всесоюзную, говорят, редактора, говорят, ой, ты не представляешь, сколько писем, сколько писем. Я сразу ушки навострил, тут же аранжировочку сделал под свой коллектив. Уже модненькую, да? Да, под свой коллектив, акустические гитарочки там, то есть все. Мы ее записали, и как пошла она гулять по радиостанциям. Пройду по абрикосам, сверну на виноградную, И на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушовые, зеленые, прохладные, Как будто в детство, да, не ведут меня они. А вы работали там Шеферан, Плицковский, Дербенев. Да, Рябинин, Миша. Рябинин, самые выдающиеся поэты. И я так понимаю, что и даже им вы иногда делали замечание «Поправь», «Не нравится». Обязательно, обязательно. С Танейчем у нас была история. Он написал песню «Зеркало», текст. И там было одно слово до головокружения. Его так, в общем, тяжело выговаривать, когда ты просто разговариваешь. А в песне я так пытался его... И я ему говорю, Миша, ну слушай, ну... Не годится. Он такой упертый, он говорит, нет, ты что, ты не понимаешь. Это вот поэтический такой смысл. Но я думаю, может, я что-то не понимаю, действительно. В студии, когда мы записывали, сначала тяжело она как-то... Я все... как скороговорка. А потом как-то приноровился, и получилось неплохо. И в конце концов я понял, что он прав. Пишусь в тебя, как в зеркалах, до головокружения. И вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отношении. Любовь бывает тонкой, а жизнь еще длинней. Антонов такое имя нарицательное, по-моему, в хвостсоветах было. О, а песня Антонова завидовали вам, по-моему, многие? Маститы, которые... Ну, слушайте, мне было бы некорректно говорить о том, что меня завидовал кто-то. В союзе композиторов был такой небольшой совет. И они пригласили на этот совет наиболее популярных композиторов, которые были не членами союза. Они хотели с ними пообщаться. Пригласили меня и Славу Добрынина. Слава хитрый такой, он не пошел. А я как дурачок пришел туда. И там меня начали терзать, меня за эту песню Маки. Господи, песня о войне, там такая, такой шикарный текст. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Тех, кто с этих холмов не пришли. Там сидели всякие там маститые старые композиторы. Там вот они там что-то несли, какую-то хинею просто. И Миша Таневич встал и меня защитил, понимаете? Вот это у нас было первое знакомство с ним. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам порой не так. В Союзе композиторов был ресторан внизу. Большой зал и малый. Малый зал был для членов Союза композиторов. Вип. Он практически всегда пустовал. В Большом зале сидело много народа. Бывает мест не было. Я пришел, смотрю, нет мест. Куда же мне сесть? Официанты меня все знают. Говорят, Юр, иди туда, членам Союза. Я пришел, сел. Меня обслужили там, приносят. Вдруг заходит Фрадкин. У меня вообще ноги свело. Думаю, ну сейчас меня зашивали отсюда. Он сел напротив, такой, как сюда, Мэн, в твидовом пиджаке. Элегантный. Элегантный, очень элегантный. Один из самых элегантных композиторов той поры. Всегда у него было все. Галстук, не галстук, он платочки любил носить. Да, баттендаун, рубашка. Ну, дэнди, лондонский дэнди. Абсолютно. Пахло от него парфюмом. Сигары курил, сигары. Но у него дочка жила в Австрии. Она вышла замуж. Подбрасывала ему. Да, поэтому она ему там подвозила. И вот он сидит и смотрит на меня. А я думаю, сейчас скажет, официанта позовет, скажет, а что здесь не член Союза делает? Пусть он идет туда, в зал. Ничего подобного не произошло. Он через два стола, мы сегодня говорим, Юрий, слушайте, а можно вас на минутку? Вы извините, что я вас прервал, обед там. Но просто мне интересно вот это направление вокально-инструментальной ансамбля. И вот он начал расспрашивать, а у меня там второе стынет. Я так сижу, поерзываю. Он говорит, я все понял. Давайте, приходите ко мне в гости. Дает мне телефон. Через пару дней я ему звоню. Говорю, вот, Антонов. Он говорит, о, приезжай от дома сейчас, приезжай. Ну, вот я приехал туда. Он говорит, ну, Юра, у нас будет такая беседа на музыкальные темы. Ну, перед беседой давай немножко виски любишь? Я слышал, что такое виски. Конечно, слышал. Но виски какого у нас в Советском Союзе не было вообще. Вообще в продаже. А тут он достает шотландское виски, наливает. Ничего так понравилось мне. И мы так сидели, потягивали, разговаривали про музыку. Но я видел, великий человек сидит. Он говорит, а вот как песню такую сделать? Вот так, чтобы вокально-инструментальный. Это была такая разведка у него. Разведка такая. Ну, ему нужно было еще пощупать. Главное, виски мне напоил, чтобы я там язык разобрал. Антонов, расскажи секрет хитов. А я уже веселый, расслабился, рассказываю ему. Ой, там барабаны, ой, гитары там поют, ой, орган. Фрадкин поил виски, а Антонов кормил Настасью Кински вот таким слоем черной икры. Было дело? Откуда вы знаете? Вы что, вы сейчас следите за мной? Послушайте, это был тоже уникальный вечер, уникальный. Я уже был достаточно известным композитором, исполнителем. Меня уже все знали в Союзе, тут в Москве тем более. И у меня был даже свой столик. Гостиница «Россия». А в это время там как раз открылся международный фестиваль, кинофестиваль. Приехали, ну, такие звезды. Роберт Де Ниро был там, ну, там Маркис был такой писатель, там Федерико Феллини. Мы с приятелем пришли, все столы забиты. И вдруг подходит ко мне один мой знакомый, такой в ту пору известный тусовщик, знаешь, такой любитель, любитель манекенщиц. И говорит мне, Юра, слушай, у нас такая проблема. Настасья Кински приехала с показа своей картины. Можно сесть к тебе? Я говорю, конечно, давай, приходит это Настасья Кинский в тюбетеке, в узбекском халате, в каких-то туфлях с такими носами. Где она это взяла? Непонятно. И они садятся ко мне за стол. Я официанта говорю, ну, думаю, русскую сейчас мы дадим им. Я говорю, давай сюда коньяки, шампанское там, вино, еды, давай сюда. Это, чтобы была икра черная обязательно. Она садится, с любопытством на меня смотрит. А он ей уже сказал, он по-английски там говорил, он говорит уже, это известный композитор, там все. Она так смотрит, не отрывает от меня глаз, так смотрит с любопытством. И говорит ему что-то. Он меня переводит, говорит. Она, говорит, так кушать хочет. Говорит, она не успела пообедать. Это было уже 11 ночи, понимаете? И я ей намазываю бутерброд, такой слой икра черной. Даю ей, протягиваю руку, она берет бутерброд и берет, целует мне руку вообще. Ёлки-палки. Я думаю, боже мой, что это такое? Или мне снится это? И вот так вот провели мы хороший вечер этот потрясающий. Настасия Кински, она же Анастасия, далеко не единственная женщина, встретившаяся на пути Юрия Антонова. Молодой, успешный, независимый и невероятно популярный. Он скружил голову даже финской миллионерши, посетившей СССР. Она была хозяйкой компании Polar Vox Music. Ну и чем ее удивишь там? Что я мог в Советском Союзе? Ну чем? Я вдруг вспомнил, что у меня есть директориса магазина парфюмерии, и что у них продаются иногда французские духи, ну по блату. По блату, да. Они стоили в ту пору дорого, 40 рублей, 45, 50, сиким, там всякие вот такие были. Духи. Я ей звоню, говорю, слушай, у тебя есть духи? Она говорит, есть, как раз вот у меня там есть духи. Пришла нам партия. Я говорю, какие? Она говорит, 4 или 5 номинований назвала. Я еду к тебе. Одним словом мы приезжаем в магазин, заходим, естественно, заходим в центральный вход. Директориса выходит, говорит, идемте за мной. И мы заходим туда, прилавки минуя, заходим туда сзади как бы, заходим, а там стоят ящики какие-то, бочки, какие-то ящики. Какой-то там вообще тарабар-марабар вот такой невероятный, грязно. И она говорит, идите сюда, идите сюда. И заходим в кабинет к ней. Уже на столе стоят духи, там 4 упаковочки. Я говорю, вот это вот мне дайте. Берем все? Да, все берем. Мы выходим на улицу, и я Рите вручаю. Рита, говорю. Она на меня смотрит такими глазами и понять ничего не может вообще. Почему я иду через какие-то коробки, через какие-то ящики. Какой-то женщине. Какой-то женщине, которая мне дает духи. А я выхожу. Нет, что подойти к прилавку, там купить нормально. Приезжаю я в Финляндию, она меня ведет в магазин. Покупает тут же две гитары мне. Фендер, стратокастер. Одна была белого цвета, другая красного. Белый цвет гитары я потом продал. Меня очень доставал Кузьмин, Володя. У него же не было такой. Да, у него такой не было. Фендер, американский, стратокастер, Юра, продай. Я ему продал, да. Ну и потом вообще история такая интересная была. Мы вместе с птицами в небо уносимся Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз Любим, верим, грустим, отшиваемся В сердце веришь на память о прошлом гранит Московский кинофестиваль. Прекрасная никарагуанская актриса. Какая? Из Никарагуа. Не-не-не. Мы теперь говорим, мексиканская актриса. А, мексиканская актриса. Исчезает из планов программы. На две недели. На две недели. Ты приехала вроде бы как приличная актриса на фестиваль. Куда она делась? У нее брат был известный кинорежиссер из мексиканский. И они приехали с делегацией. И она пропала в моей квартире маленькой такой. Маленькая квартирка. И вот она весь фестиваль у меня жила там. Ну, это какой-то был... Стрелы какие-то, да? Это какие-то, да. Стрелы. Я был незащищенный. В ту пору доспехов не имел. И я попал под влияние западного товарища. Она так повлияла на меня, что я тоже две недели выпал из тусовки. Мы вдвоем ездили по всем ресторанам Москвы. По очереди меняли их. А она почему-то не любила красную, а черную икру, только красную. Так она же дешевле. Так она не понимала, что там дешевле. Ей красная так нравилась, она все время ложками кушала ее, ложками. Я думаю, куда же это столько... Влезет. Соли, соли столько. Не говорите мне прощай, не говорите. Глаза еще за кроветом посмотрите. Закрытый сердце не проходит в любую часть. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я сам отцволь воскрою на миске. Интересно, говорит. Вот Антонов затворник. А может быть не затворник, потому что много разных людей увидел. И стал... Знаете, есть такое изречение. Чем больше я узнаю человека, тем больше я люблю животных. Ну, как вам сказать? Ну, вы отчасти правы. Отчасти только. Просто так я устроил свою жизнь. Мне как-то комфортно. Комфортно. Тишина, покой дома. Поэтому... Петух орет по утрам? Да. У меня Петька живет в доме прямо. Ну, я сам петух по гороскопу. И у меня Петька есть. Он кукарекает вовсю. Ну, правда, я не очень слышу, потому что он внизу, там, на первом этаже. Я там где-то в своей спальне. Мне не доносится его. Но иногда я слышу. Он как кукарекает вовсю. Сама жизнь подсказала мне, что вот эти тусовки к хорошему не приводят. У меня каждый день звонят телевидение. Каждый день. С разных каналов. Там, сям. «Дайте интервью, давайте там». Вот поверите мне. Я скрываюсь, я блокирую телефоны. Мне это совершенно неинтересно. Мы все спешим за чудесами, Но нет чудесней ничего, Чем та земля под небесами, Где крыша дома твоего, Где крыша дома твоего. Вообще, честно говоря, в шоу-бизнесе, Даже в советские времена, Когда это была эстрада, Особо не дружили друг с другом. Да, все-таки... В советские времена? Ну, не скажите. Были какие-то вот... Были... Были... Были гораздо сильнее дружеские отношения, Чем сейчас. Ну, конечно. Ну, самые топовые артисты Точно друг с другом не дружили. Там Антонов же с Пугачевой не дружил, Естественно. Антонов с Пугачевой. Я с ней познакомился, Когда она была солисткой веселых ребят, На фирме «Мелодия» во дворе. Пришла такая худая девочка, Рыжая. И Паша Слободка мне говорит, Вот познакомься, наша новая солистка. Она в таких белых носочках была, Такая худенькая-худенькая. Я познакомился, я говорю, да, Паша. А потом она стала его женой. Ну, нет, отношения были нормальные. Как не дружили, еще как дружили. Я вам расскажу историю, Когда она пришла ко мне в гости Со своим мужем Женей Болдиным. Она пришла ко мне в гости, А у меня стоял ящик, Я только привез из ресторана Узбекистана Ящик лыхны. Вино красное, которое я очень любил. Ящик был целый. И представьте себе, мы пол ящика выпили. За вечером пол ящика. Это было уже где-то первый час ночи. И мы там, конечно, сидели. У меня маленькая квартира была в Выхино. Такая двукомнатка маленькая. Мы сидим там, выпиваем там, Что-то громко говорим. Вдруг звонок в дверь. Я вышел, открываю дверь, Там стоят два милиционера. Стоят. Что вы тут хулиганите? Шумите? И вдруг... Понимаете, позвонили соседи. И вдруг она выходит в коридоре. Они ее увидели. А, извините, извините. Как корову языком слезала. Он подумал, что... У нас были хорошие отношения. Ну, всегда. Я очень уважаю Аллу Борисовну. Она достойный человек. И она для нашей эстрады сделала очень много. Ну, понимаете, есть вот эта пятерка золотая самых модных людей, которые и на страну поработали, и валюту привозили. Вот их все знают. Они до сих пор в строю. Юрий Михайлович, дай Бог вам здоровья. Спасибо. И будьте вы в строю. Спасибо. И с наступающим Новым годом. Возаимно. Спасибо. 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 Я вспоминаю тебя, вспоминаю. Та радость шальная зашла заря. Летящей походкой Ты вышла из мая И скрылась из глаз Велиней я в дворя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин